На работу как на праздник или после праздников. Каждый выбирает это для себя сам. В зависимости от категории людей, некоторым сложнее втянуться в работу, другие идут туда с удовольствием, с новым приливом сил. После Нового года достаточно длительный период, около 10 дней. За это время мы успеваем расслабиться, разлениться. А кто-то наоборот попасть в такую струю активности и двигаться много, много может быть путешествовать, много разных активностей перепробовать. То есть выход на работу действительно становится каким-то переходом. От того образа жизни, который был на протяжении 10 дней, настраиваться на работу нужно постепенно. Психологи говорят, что серьезных стрессовых потрясений, вплоть до депрессии, это вызвать не должно. Некоторые физиологические стрессы есть и психоэмоциональные, да, но он обычно легкий, это не стрессовое какое-то прям расстройство. Точно нет. Это легкое эмоциональное напряжение по поводу того, что нужно возвращаться кому-то к рутине, кому-то к интересному делу, но явно перестраивать ритм и темп жизни. Так что каждый год переживаем и это переживем. Вот вердикт специалистов. У работников может появиться раздражительность, недовольство или хандра, но к психологам обычно никто по этому поводу не обращается. Если грамотно распределить обязанности по работе, можно спокойно и легко войти в русло в течение 3-4 дней. Погружаться понемножку, постепенно. Когда мы делаем что-то, погружаясь быстро, с головой, мы мало осознанности включаем, мало осознаем себя и работу, собственно говоря. Когда мы делаем это постепенно, большая вероятность того, что продуктивность будет зарождаться более качественно. Если вы отдыхали больше 10 дней, тогда привыкание к работе может немного затянуться. Это нормально. Во время привыкания к трудовой деятельности в режим дня постепенно нужно добавлять некоторые активности. Катание на коньках, игры с детьми, прогулки, походы в спортзал, полезные посиделки в кругу семьи или с близкими друзьями за чашкой кофе или согревающего чая. Это поднимает настроение. К слову, об угощениях. Если кого-то продолжает беспокоить вопрос переедания после новогодних праздников, нужно начать планирование своего питания, чтобы оно стало качественным, достаточным для организма. Есть необходимо как минимум три раза в день. Приветствуются перекусы в виде фруктов, орехов, сыра. Необходимо есть мясо, овощи, обогащать свой рацион. Порции не всегда должны быть большими. Можно питаться от трех до пяти-шести раз в день. Тогда и чувство голода постепенно прекратит вас преследовать, и организм заработает с новой силой. Продолжение следует...